Бренд строится на основе контента. Контент или фильм – это необходимые и достаточные условия для построения бренда. У нас за 6 лет 21 миллиард просмотров на YouTube, 14 миллионов подписчиков и 10 каналов. Наша гордость – серия «Маша плюс Каша» – 2 миллиарда просмотров. Это пятое видео в мире по просмотрам, когда у вас уже 50% целевой аудитории для товаров ваших партнеров раскрывается ритейл. Здесь медиапокрытие мира. Как вы видите, остались из серьезных стран Юго-Восточной Азии, Китай и Индии. Реально в России такой сериал, такого качества в 3D еще никто не делал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Меня попросили рассказать о том, как мы продвигаем бренд «Маша и Медведь» за рубежом. Поэтому я назвал презентацию «Маша и Медведь» или «Masha and the Bear» — «Особенности перевода». Я хотел назвать презентацию «Трудности перевода», но ведь «Трудности перевода» — это у нас замечательный оскароносный фильм Софии Копполы с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон. И поэтому я побоялся на самом деле нарушить авторские права. А авторские права в международном продвижении бренда, особенно в сфере интеллектуальной собственности, — это очень важный компонент, о чем я буду говорить дальше. Итак, «Маша and the Bear» — бренд, который мы создали на основе анимационного сериала, история которого началась 9 лет назад, в 2008 году. Делает сериал в студии «Анимаккорд», которая была создана исключительно под этот проект. И сейчас я хочу представить вам автора, автора проекта. Он автор идей, автор персонажей, он художественный руководитель, он продюсер, и он руководитель всего производственного процесса. Олег Кузовков. Человек... Прошу аплодисменты. Человек очень непубличный, который придумал «Машу и Медведя» достаточно давно, который начинал еще на студии пилоту Александра Татарского. В 90-е годы пытался делать анимацию в России, уезжал в Штаты, в самое логово, или вернее на родину мировой анимации. И там приобрел опыт производства телевизионных сериалов. Придумал «Машу и Медведя» достаточно давно и очень долго искал партнеров для того, чтобы осуществить этот проект. И в 2008 году звезды сошлись, и когда он пришел, когда я с ним познакомился, у него было уже полное понимание, что надо делать, как надо делать, в каком качестве. У него были персонажи, у него были первые 8 сценариев, и мы начали это реализовывать, ну, фактически на свой страх и риск, поскольку реально в России такой сериал, такого качества в 3D CGI анимационной технологии еще никто не делал. Что же сейчас представляет наш проект? Во-первых, это, конечно, основной сериал «Маша и Медведь», вышли 63 эпизода. Мы выпускаем примерно 1 час анимации в год всего. Это очень мало на самом деле. Есть студии, которые выпускают по 300-400 серий в год. Но мы, я считаю, открыли такой или работаем в новом таком сегменте, премиум сегмент анимационных сериалов. В этом смысле, конечно, маркетинговая составляющая, наверное, здесь в том, что вы создаете как бы некую новую область, и там являетесь первым и лидером. Мы с помощью этого проекта, с помощью этого сериала сначала прорвались на российское телевидение. У меня было все две серии, когда я пришел на ВГТРК, и нас сразу же взяли в самую главную передачу тогда в «Спокойной ночи, малыши», обеспечив огромную аудиторию именно благодаря качеству контента. На сегодня, как я говорю, 63 эпизода. «Машины сказки» – это мини-сериал с нашими персонажами, с Машей, который появился в 2011 году, и который был уже результатом маркетинговых, наверное, изучения маркетингового рынка, изучения нашей аудитории. Мы заметили, что четверть родителей достаточно негативно относится к сериалу, потому что считает, что наш сериал должен воспитывать детей, когда они сидят перед телевизором и смотрят его, а они в это время занимаются своими делами. Но понятно, что этих людей не переделать. Мы придумали сериал «Машины сказки», в которых мы представили, как шестилетний ребенок рассказывает известные сказки, а в конце еще и дает какую-то мораль, то есть играет во взрослого. На самом деле, после выхода сказок мы увидели, что вот этот четверть, 25% взрослой аудитории достаточно уменьшилось, поскольку сказали, ну да, Машу и Медведь мы смотреть не будем, а Машины сказки мы обязательно будем показывать своим детям. Машкины страшилки возникли в 2014 году, когда мы поняли, что та аудитория, которая начинала смотреть Машу и Медведь, когда ей было 2-3 годика, уже выросла, ей стало 8-9 лет, и, соответственно, они уже хотят общаться со своим любимым персонажем, со своей героиней в другом формате. А страшилки – это на самом деле мировой формат. Все дети в каком-то возрасте рассказывают друг другу страшные истории, будь то пионерский лагерь или байскаутский, неважно, во всем мире. Мы придумали такой формат, что Маша сначала как бы пугает, рассказывают страшилку, ну, например, о том, как маленький мальчик боится переходить в новую школу. Там будут новые незнакомые учителя, страшные какие-то там его новые соученики, а в результате все оказывается не так-то страшно, а даже больше смешно, и мы как бы этот страх развеем. Вот 26 таких эпизодов мы уже сделали. Мало того, когда в прошлом году Netflix запустил «Машкины страшилки» на английском языке, на англоязычную аудиторию во всем мире, то две недели перед Хэллоуином «Машины страшилки» опережали основной сериал по рейтингам. Ну, значит, очень хорошо сработали. Следующее. Здесь медиапокрытие мира. Я не беру здесь цифровые медиа, это не YouTube, а здесь только вообще доступное телевидение, и, соответственно, телевидение в формате VOD, видеодеманд по запросу. Как вы видите, остались из серьезных стран Юго-Восточной Азии, Китай и Индии. Сейчас мы делаем дубляж на Хинди, и, надеюсь, к 1 июня мы запустимся в Индии. С Китаем мы очень долго, плодотворно, ведем переговоры с ними, вести переговоры приятно, но получится мы не знаем. Достижения в цифровых медиа. У нас за 6 лет 21 миллиард просмотров на YouTube, 14 миллионов подписчиков и 10 каналов, один из них русскоязычный, все остальные на других основных языках мира. На русскоязычном канале у нас сейчас 9,5 миллионов подписчиков, осталось там 5% до бриллиантовой кнопки, 10 миллионов подписчиков. 5 миллионов, больше 5 миллионов на Facebook и Friend'ов, в Instagram 120 тысяч, и в ВКонтакте наша официальная группа, больше 400 тысяч подписчиков, причем это одна из 200 групп Маши Медведь. Остальные, они неофициальные, но мы их не трогаем, наоборот, с ними сотрудничаем. Наша гордость, серия Маша плюс Каша, 2 миллиарда просмотров, 16 марта этого года был преодолен этот порог. Это пятое видео в мире по просмотрам за всю историю YouTube. Лидером здесь является, как вы знаете, корейский клип музыкальный Gangnam Style певца. У него 2 миллиона 700 миллионов подписчиков, и мы его потихонечку нагоняем. Это просто смешные некоторые факты. Мы обнаружили 72 просмотра из Ватикана и 2 просмотра из Антарктиды на YouTube. YouTube учитывает все. Ключевые партнеры. На самом деле, конечно, основной поток финансовый, который мы собираем в мире, более 2 третей, это наша роялти с передачей прав на товарное лицензирование. И вот здесь, на самом деле, можно было бы остановиться, если бы не временные ограничения, и рассказать очень много о принципах товарного лицензирования. Но я скажу только основные. Здесь наши партнеры. Это примерно 10% наших партнеров. Я их выбрал только из-за того, что они все работают не на одну страну и не на одном языке, а охватывают какую-то территорию, допустим, Европы или Латинской Америки, или Соединенных Штатов, и Канады, и Мексики. То есть это партнеры, с которыми мы очень долго ждали и с которыми действительно нам очень приятно работать, поскольку мы выбрали стратегию эксклюзивного лицензирования. У вас всегда есть альтернатива, когда вы выходите с брендом на какую-то новую территорию. Либо вы раздаете лицензии на использование вашего бренда всем, кто хочет. То есть даете простые лицензии и собираете, так сказать, минимальные гарантии. В этом смысле дальше оставляете их с этой территории один на один. Через какое-то время все производят лицензионные товары, они выходят на рынок, начинают сталкиваться в ритейле. Но вы уже собрали деньги, и вы идете дальше. Это вполне, на самом деле, разумная стратегия. Например, когда вы работаете с полнометражным фильмом, который достаточно короткое время находится на высоких рейтингах. Когда вы работаете в долгую, когда вы делаете всего 6-8-10 серий и планируете на дальние горизонты, на 2-3-5 лет свою стратегию, мне кажется, наиболее оптимальной стратегией это искать тех партнеров, которые могут обеспечить доступ к каждому вашему зрителю и дать ему то, что этот зритель хочет. На самом деле, существует несколько цифр. С моей точки зрения, мы для себя так посмотрели и поняли, что как только известность вашего бренда на какой-то территории превышает 30%, на вас начинает обращать внимание бизнес-сообщество. То есть бизнес говорит, ага, появился новый бренд, посмотрим, как они будут развиваться. Ребята, давайте вступим в переговоры, какая у вас дальнейшая политика, тактика и так далее. Когда у вас уже 50% целевой аудитории в этой территории любит вас, смотрит вас и знает вас, то для ваших товаров, то есть для товаров ваших партнеров раскрывается ритейл. И ритейл говорит, я готов их поставить на полки, потому что я понимаю, что они будут продаваться. И это выгодный для меня товар. Поэтому мы непрерывно следим за показателями бренда, контролируем известность и об этом дальше. И вот эти партнеры, которые здесь на экране, они нам позволяют сейчас в настоящий момент достаточно быстро и активно работать с новыми территориями. Например, если мы поняли, что на территории Турции аудитория уже созрела и готова принимать игрушки, вместо того, чтобы искать на турецкого производителя этих игрушек и потом целый год разрабатывать, производить, выводить на рынок, мы можем дать лицензию либо немецкой компании Simba Diki Group на турецкую территорию, либо американской Spin Master. И очень быстро заполнить эту территорию, то есть дать аудитории то, что она хочет. Поэтому все эти партнеры, это все мировые лидеры, ну или лидеры на своих локальных достаточно больших территориях. Кроме товаров, кроме контента, что еще продвигает бренд? Безусловно, когда аудитория погружается в мир ваших персонажей, она готова воспринимать практически любые активности. Вот здесь примеры, вот в центре наверху, это Крокус, Сити Холл, новогоднее представление, где наш автобус там летает над залом. Справа вверху это Италия, внизу, где ледовые площадки, это замечательное чешское шоу, которое уже третий год гастролирует по Европе. Чем это замечательно? Тем, что у этих шоу тоже есть свои авторы. Они ставят наших персонажей в какие-то новые ситуации, придумывают новые песни, новую музыку. И таким образом расширяют мир персонажей. Это получается уже не просто сериал, а уже мир Маши и Медведя, где есть и замечательная полиграфия, и замечательные игрушки, и шоу, которые можно сводить ребенка практически сейчас в любой точке Европы. Но, естественно, бренд строится на основе контента. Контент или фильм – это необходимые и достаточные условия для построения бренда. Здесь очень кратко представлены стадии производства фильма. От стариборда покадровой или раскадровки до того, как он выходит на экраны к нашему потребителю. Если бы не было контента, конечно, ни о каком бренде речи и не шло. Нас признало профессиональное сообщество. Это тоже очень важно. Первые 3-4 года мы отправляли наши первые серии на все фестивали. Для того, чтобы нам было очень важно. Хорошо, мы делаем для массового сегмента. Тележонный сериал – это массовый сегмент, массовый зритель. Но как оценят нас профессионалы? Мы сделали хорошо или мы сделали халтуру? У нас более 30 международных призов. Олег Кузовков у нас признан американским журналом Animation Magazine, новатором мировой анимации. И в 2016 году, в прошлом, мы получили Best Animation Awards, Kids Screen, Miami. То есть это лучшее телевизионное анимационное шоу для детей. Вот теперь непосредственно к бизнесу. Элементы инфраструктуры бренда. Что я считаю важными в этих элементах? Их может быть больше, но именно для международного продвижения брендов, связанных с интеллектуальной собственностью, я считаю, что существенными являются вот эти пять элементов. Во-первых, защита интеллектуальной собственности, поскольку, когда вы выходите на международный рынок с интеллектуальной собственностью, не с товарами, та территория, на которую вы выходите, должна быть уже готова к защите. Что это значит, я скажу чуть попозже. Style Guide, Brand Book – это классический компонент, естественно, любого бренда. Это помощь вашим партнерам, как представлять бренд для аудитории. Система адаптации бренда на разных языках. Здесь у нас свой подход, он тоже будет рассказан. И работа с лицензиатами, design approval, то есть утверждение. Работа с лицензиатами не заканчивается тогда, когда вы продали им лицензию, она тогда только начинается. И вы сопровождаете лицензиата до того момента, когда он продает свои торговые остатки уже после срока окончания лицензии. И, естественно, команда, которая это все делает, должна понимать, где она работает, должна владеть инструментами взаимодействия с бизнесом, должна знать языки, знать юридические правила, знать правила взаимодействия, менеджмента. И достаточно сложно собрать такую команду. Счастье, что она у нас есть. И результат бренда – это ее результат. Итак, адаптация бренда и контента. Здесь три замечательные девочки. Элси Фишер – это девочка, которая нас дублировала первый сезон 26 серий на англоязычную аудиторию. Она же играла, то есть она озвучивала Агнес в фильме «Гадкий я». И так мы познакомились. Значит, Алина Кукушкина и Варя Саранцева. Алина Кукушкина озвучивала Машу с 6 до 14 лет. Это первый голос Маши. А Варечкина у нас озвучивает сейчас. При этом Алинка является звукорежиссером озвучания. В 15 лет она работает с Варей, чтобы она правильно озвучивала Машу. Здесь схема. Один дубляж и несколько коммуникаций. Мы совершили несколько ошибок в самом начале, когда передавали права на дубляж иностранным коммуникациям. Например, французскому телевидению мы видели, что люди экономят, и в принципе для них дубляж не очень важен. Это такой проект, один из многих, которых они там приобретают и так далее. Мало того, когда вы передаете право на дубляж разным коммуникациям, агрегатору на YouTube, агрегатору на App Store, телевидению, то получается, что на языковом пространстве работает несколько дубляжей. Маша говорит несколькими голосами. Фразы переводятся немножко по-другому. А ребенок в нынешней системе коммуникации гаджетов должен получать абсолютно одинаковый продукт из всех гаджетов. Будь то смартфон, iPad, экран кинотеатра или, соответственно, компьютер или телевизор. Поэтому мы поняли, что для нас важно делать дубляжи на всех языках, которые для нас важны, и предоставлять именно уже дублированный материал. Как это происходит, вот я маленький фрагмент продемонстрирую. Смогут нас смешить любого Наши добрые друзья Тот секрет о мире какого Не скажу вам, не дай я Работу то есть еще не знаем Мой ты к Маше и возьмите Людям нас трепить не маем Барлеверте будем гнить И если пора казу У своему аммигу Везло, что он еще сомкан О кое-какер аммигу Везло, что он еще сомкан Везло, что он еще сомкан И будет еще раз И дубля-какер аммигу И он еще сомкан И он еще сомкан И дубля-какер аммигу Локализация 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 с нашими Машей и Медведей. Здесь Маша и Медведь на Таймсквер. И здесь есть ролики, которые мы делаем для наших лицензиатов. Они сами являются контентом, который просматривается на YouTube. Вот данный ролик имеет 32 миллиона просмотров. А вообще мы сделали около полутора десятков роликов уже, которые более 170 миллионов раз просмотрелись на YouTube. Кроме того, что они, естественно, сделаны для телевизионных рекламных компаний. Мишка, Мишка, нам посылка пришла. Ого! Смотри, это же ты! Киндер-сюрприз всегда дарит радость. Предпоследнее, наверное, слайд. Это компании в Instagram. Мы запускаем опять же через соцсети, где всех наших поклонников просим кукол Маши и Медведь фотографировать в их любимых местах. Здесь Маша и Медведь на фоне Централ Парка в Нью-Йорке, в музее Арсеев в Париже и опять же на Бродвее. Итак, чего мы добились? Таким подходом, не знаю, насколько правильным, но он дает результаты. Мы сейчас имеем самый популярный детский бренд в России, в Италии. Маша и Медведь. Нам осталось 5% до бриллиантовой кнопки на русскоязычном канале до 10 миллионов подписчиков. Мы имеем... Этот канал является самым популярным каналом в мире среди анимационных каналов. И дубляж на 35 языках и вещания практически в каждой стране мира. И последний слайд говорит о том, что на самом деле, несмотря на то, что главная аудитория – дети, все равно мы имеем поклонников в разных возрастных и гендерных категориях. А вот центральная фотография – это карнавал в каком-то городе в Италии. Мы не знаем, мы сейчас изучаем, что это такое. Это не наша инициатива. Люди любят, люди смотрят. Соответственно, мы можем сказать, что нашу главную цель – гармонизацию отношений детей и родителей через сериал и через бренд мы выполнили. Ну что ж, все смотрят, смотрите и вы. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!